Как-то так вышло за последнее время, что у меня довольно-таки большое количество накопилось амуажей. Просто-таки практически все хитовые ароматы я насобирал. И тут я стал думать, почему же так вышло? И я пришел к выводу, что это, наверное, потому что амуаж это вот такой тип, знаете, ароматов, которые, как правило, дорог пахнут. В них есть что-то нишевое, но в них нет мускуса, нет гуалтьеревщины. И каждый из них, он все-таки по-своему интересен. Они не занимаются, в общем-то, самокопированием, как правило. Каждый аромат по-своему выдающийся. И они не копируют, опять-таки, как правило, кого-либо. Поэтому, беря амуаж, в принципе, можно взять любой, там, мужской, женский. Ты получишь, как правило, гарантированное качество. То, что он гарантированно не будет фу-фу, гарантированно будет приятным, дорогим, что называется. Его можно взять и на подарок, опять же, человеку, который, там, по-своему мере, не увлекается. Потому что любой из них можно разносить, полюбить, привыкнуть к нему. Ой, знаете ли, такая вот... Даже вот не ниша, а то, что я бы назвал хорошим-хорошим селективом с нишевыми замашками. Вот, давайте сейчас быстренько посмотрим, какие амуажи у меня были на обзорах и в целом раньше. А потом перейдем к ароматам, которые я вот из нашей пивной, ну и так в целом, за последние, наверное, месяца три собирал. Буквально пару слов о каждом амуаже, который у меня здесь стоит. Jubilation 40. Превосходнейшая смола, сладкая, ежевичка, ягоды, черная смородина, сливочная, масляная, стойка. Следующий это Порт Роял, бензиновый лимонад. Видите, как он бензином сияет. Но, собственно говоря, бензином он и пахнет с кожей. Это, знаете ли, такой современный Фаренгейт от Диор. Без вот этого налета 90-х. Фижмент. Земля с лимоном. Этот товарищ необычный, но он очень приятен, особенно когда его нюхаешь вблизи. Нужно просто попробовать и не бояться его. Джорней. Для любителей Шанель Эгоист. Красное дерево, перец, кожа. Вот такой весь мужской прям, серьезный. Reflection 45. Ну, не самая удачная покупка. Обычный Reflection мне нравится больше, потому что в нем есть, получается, в обычном Reflection есть воздух, ветер, холодность. А здесь это получается такой масляный. Ну, конечно, он комплементарный и вкусный. И, в принципе, даже как парфюма, наверное, интереснее. Но вот мне, обычный Reflection, лично мне больше по душе. Хотя он менее богатый, менее стойкий. Винтажный лирик. Сосна, роза, стиральный порошок. Очень богатый парфюм. Я его берегу, я его не отливаю. Создает свежесть на раз-два. Идеально подходит для свиданий. Знаменитые мифы. Достать уже негде. Хризантема, зова. И что-то такое вот фиолетово-траурное. Очень мощно. На эмоции пробивает. Крутой. Одна из моих любимых табачек. Амуашопус Роял Табака. Очень богатый на оттенки парфюм. Очень смолистый. Прямо такое деревянно-табачная смола. Лакрица. Крутой керамический флакон. Один из моих любимейших парфюмов. Авертюра. Алкогольность. Красные ягоды. Дерево, вымоченное в алкоголе. Опять же. Очень богатый на оттенки шлейфа. И он такой довольно-таки серьезный. Ну, конечно же, обычный Амуаш Рефлекшн. Откуда его на место? Амуаш Эпик. Ну, это вот такая стандартная мужицкая тема. Ёлки. Ёлки, пена, борода. Да-да-да-да-да-да-да. Оно при всем при этом выполнено в амуашском стиле. То есть богато на оттенки, дорого звучит. Ну, такой чистый мужской парфюм. Амуаш Интерлюд. Ну, тут как бы слова излишни. Интерлюд, он в Африке Интерлюд. Ну, и еще забыл я рассказать. Под руку не попались. Есть у меня маленький вакончик Амуаш Имитейшн Мэн. Ну, здесь они хотели бы создать Нью-Йорк, винил. Но, по большому счету, он пахнет... Знаете ли, такой еще розы, застрявшие винили. И как будто бы немножко... ...с малинкой и с клопами. Необычный парфюм. Еще здесь есть, кстати, такая вот превосходная бензиновая нотка. Как в Порт-Рояле. Ну, носительность его для русского мужчины сомнительная. Поэтому маленький вакончик. Но время-тремни я его ношу. Он мне, в общем-то, довольно-таки нравится. Я бы даже сказал, что он по духу близок к Диор Хом Парфам. Но, скажем так... Для русского менталитета он достаточно чужероден. Ну и, конечно, для русского менталитета будет совсем чужеродным Амуаж. Опус. Номер я и не помню. А, вот он, на боку уже. Опус 9. Офигеннейший Жасмин. Ну, по большому счету, это моно-Жасмин. И более ничего. Ну, до чего он мастерски выписан. Флакон, конечно, не шибко удобный. Но парфюм вообще просто отпад башки. Крутяк. Чистое наслаждение во флаконе. Но на улицу носить мужчине, наверное, что нет. Чисто для себя или для женщины. Так, ну а теперь давайте быстренько посмотрим то, что я нас собирал. И начнем, наверное, с мемуара. Крышка здесь, конечно, не родная. Крышка просто нашел. Я уже хаял этот аромат в своих обзорах. Что и полынь здесь не полынная. И кедр, не кедровый. И сам он маслянистый. И подсолнечник. И все такое прочее. Но потом я что-то вдруг понял, что иногда вот эта вот маслянистая туманность и задумчивость, она прям очень сильно нужна. Это действительно такой аромат задумчивости. Он меланхоличен. Воспоминания. Не зря он так называется. На тот момент у меня просто было не то настроение. Хотелось жести, жести, жести. А сейчас вот захотелось вдруг спокойствия с вершины прожитых лет. И вот мемуар – это очень спокойный, очень меланхоличный аромат, который склоняет вас к раздумьям. Пахнет, ну, действительно маслянистыми семенами. Подсолнечника вкупе с легкой полынью. Вкупе с легкой ладанностью. Горько-сливочно-муслинистый такой. С полынькой. Приятный аромат. Ну, конечно, для тех, кто ищет такую нишу-нишу, горькую-горькую полынью, не совсем то. Слишком приятный, слишком не ядреный. Но это кому-то в плюс, а кому-то в минус. Следующий аромат интерлюд блок Ирисмен. В общем-то... Советую покупать только после обычного интерлюда. И только если вам это направление зашло. Мне вот, честно говоря, интерлюд не особо близок по душе. А вот интерлюд блок Ирис... Да, короче, фиг его знает. У нас в пивной распивали этот аромат один раз. Я что-то нанес его. Понял, что вот это вот интерлюд, вот это вот сладкие смолы. Как будто бы вот такой сахар. Прямо вот грызешь его. Сухой сахар. Орегано. А здесь вот еще корень Ириса маслянисто-помадный такой. Ну, что-то мне как-то прям понравилось-понравилось. И вот, опять же, в пивной мы купили флакон с товарищами. И вот пополам поделили. Я вот типа флакончика оставил. А мне, в принципе, достаточно. Я небольшой любитель направления интерлюд. И поэтому ну, пусть лежит, пригодится. А вот следующий товарищ, который мне тоже я сперва на него косо смотрел. Тот же самый интерлюд, но более сливочный. Но после пивной. Ох, это пивная. Тоже мне его захотелось. Интерлюд 53. Почему 53? Ну, во-первых, к 53-летию дома амуаж. А во-вторых, это концентрация парфюмерных масел в нем. То есть половина жижи здесь это парфюмерное масло. Это практически оттар получается. Вот. По компонентам здесь все просто. Это тот же самый интерлюд, но увеличена концентрация. В отличие от Jubilation или Reflection, здесь в самой формуле ничего менять не стали. Просто увеличили концентрацию. И получилось, знаете ли, прикольно. то, что меня в обычном интерлюде душило, отошло немножко на второй план. Немножко на второй план отошли верхние ноты. Ну, как верхние? В интерлюде верхние ноты вполне себе сойдут за базу некоторых парфюмов там попроще. Ну, в общем, здесь вот сливочная база, именно там такая сливочная, сандаловая. и сливочная интерлюд на ней же, лишенная всех своих вот этих острых, травянистых обертанов. Мне такой понравилось больше, поэтому он у меня стоит. А обычный интерлюд у меня пока отошел вообще получается на какой-то третий план. Вот это вот вещь. Следующий у меня это Boundless. Ну, как видите, я себе беру тестеры. Просто тестеры. Ну, в данном случае мне повезло и тестер без крышки. Но я, в отличие от многих, вот над крышкой мы как-то вообще не заморачивались. Мне как бы кофик. Кинжал, не кинжал. Главное, чтобы аромат нравился. За что мне понравился Boundless? Он мне понравился в первую очередь, наверное, за счет того, что здесь офигеннейшая кококольность на табачно-ванильном направлении. Табачно-ванильных парфюмов дофига. Кококольные тоже встречаются рожи, Enigma, баклей, винил. А вот здесь вот это просто сочетание колы с табако-ванилькой. Чуть-чуть добавили корички. Получился очень теплый, осенний, опять же, роскошный, по-моуажески маслянистый парфюм, который можно носить на, скажем так, постоянной основе, осенью, с агревацией, исключительно приятный и, в общем-то, довольно-таки комплементарный Boundless на осень. Следующий парфюм это Search. Тоже из пивной. Он мне понравился своей такой, знаете ли, пертурбации. На старте это прям такой холеный лимонный свежак. Причем лимон такой ядреный, корка лимона с мякотью лимона, жесткий, натуралистичный, прохладный. А потом проступает гарь, гарь КД. Гарь немножко с оттенком Павла Санта. Он стоит с таким горевым в духе дурги Бёрдинг Барбершоп. Но если в Барбершопе это было начало, то здесь это получается такая база. И парфюм получился забавный, с перевернутой такой, как сегодня общего с перевернутой, с нормальной пирамидой. Просто забавно то, что на старте практически эта гарь не чувствуется. А вот когда цитрус и лимон уходят, а это случается через часик, проявляется гарем, становится таким вот горевым маслянистым, опять же, амуажевским. Что, знаете, меня это заинтересовало. И опять же, здесь совершенно шикарный лимон. Вот по сути он один закрыл мне всю лимонную тему, хоть иду раз и навсегда. Следующий это амуаж сильвер. Ну, этот, конечно, не для всех. Это ретро. Но ретро в отличие от амуаж голд, в отличие от ретро шипров, он более кремовый, он более сандаловый, он чуть более современный, и он очень политкорректный. Собственно, серебро ретро. Он очень чистый, здесь не так много альдегидов, чтобы это было какой-то замшевый ретро. В нем нет ни кислинки, ни остринки, это вот именно такой вот аромат серебра. Он пахнет чисто, он пахнет свежо, он пахнет немножко мыльцом, немножко цветочками. В этом плане он похож на рефлекшн, но здесь есть альдегиды и в итоге он все-таки чуть более ретро. В принципе, тоже годится на роль всепогодного универсала на все случаи жизни. Вот раз зашла речь про силвер, невозможно упомянуть и голд, это уже аромат золота, ну и дорого-богато он и пахнет. Здесь явно стояла цель это по-моему один из первых парфюмов Амуажа. Стояла цель видимо догнать и перегнать французов на их же поле, на поле вот этих вот ретро-шипров и в принципе у них это получилось. Получился очень чистый альдегидный шипр, мыльцо, в отличие от сильвера более ярко выраженное. Здесь он имеет куда больше ретро-оттенков. Здесь этот шипр построен вокруг шиповника. Причем шиповника имеется в виду не цветы, а вот здесь можно отчетливо унюхать в иные моменты, когда у вас будет достаточно чистый нос. Прямо вот такой отвар ягод-шиповник. Ну или даже раздавленные ягоды-шиповник. Превосходно. Конечно, в плане ретро-шипров вот Царский лес был обзор недавно. Он, конечно, сильно-сильно богаче звучит. И там деталей больше. Как парфюм он, честно говоря, интереснее. Но у Гоуда в том преимущество, что в отличие от всех других ретро-шипров если вы носите микродозами, то он очень приятно шлифит совершенно не ретро-вое. Он будет пахнуть такими цветочками и чистотой. Поэтому у него вполне есть своя область применения. И его можно применять даже в наши дни. Так, ну и последнее, что я себе приобрел, это Амуаж Меандр. Вот. Ну, конечно, мне вот очень нравится дизайнерское решение в новых линейках вот эти вот цвета нежные, белые крышки покрытые эмалью. Дизайнер нравится. Чем пахнет Меандр? Меандр пахнет солоноватым сандалом, но не таким вот каким-то протухшим, даже не протухшим, а не каким-то таким кисляком, как сандал 33 ля-лабо. Это именно такое вот сливочное, как правильно и метко заметили на фрагрантике, болотце. Сливочное болотце пахнет тиной и сливочным деревом, прям мякотью деревянной такой еще, сливками, дерево в молоке и травы болотные на всем этом. Звучит, конечно, странно, но пахнет очень приятно. Сливочность тут в тему. Носить его можно, и ношу его, как вы поняли, с удовольствием. Вот. Какие еще амуажа посоветуйте докупить коллекцию? Пишите в комментах. Хотя я уже, кажется, собрал все, что мог. Ладно, хорошего дня всем. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok